Приветствую вас! Я думаю, что у вас такой достаточно многоаспектный вопрос. Вот, я хотел бы ответить, наверное, на все аспекты, но не знаю, получится ли мне это сделать. Смотрите. Как психолога, меня в первую очередь зацепило то, что вы боитесь быть отвергнутой, а боитесь вы открыться. То есть меня очень сильно это зацепило, как психолога, потому что подобные страхи, да, они родом из детства. Вот. И, соответственно, первое, о чем вам нужно подумать, первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это именно вот на то, что вы боитесь своих чувств, вы боитесь одиночества, именно поэтому вы в себе не уверены, именно потому что вы боитесь одиночества. Вот. А одиночества вы боитесь, потому что вы не принимаете себя, у вас, ну, у вас нет принятия самой себя, вы себя такой, какая вы есть, не принимаете. Вот. Ну, опять же, потому что боитесь открыться. Вот. А с этим, с этим нужно в первую очередь, в первую очередь работать, это серьезная основополагающая такая проблема, которая вот прям, значит, влияет вообще, вообще на все сейчас. Вот. Влияет вообще на, ну, на все ваше поведение. Вот. Значит, дальше идем. Настораживает меня ваш достаточно ранний брак, брак. То есть, почему-то вы очень рано, значит, вступили в брак, вот. Тут нужно понять, почему так рано вы это сделали, да, то есть, почему вы мало внимания, например, уделяли там, допустим, в себе, в своей карьере, своему развитию, личностному росту и прочее. Вот. Вот. Вот это очень такая вот важная история. Это очень важная история. Вот мне почему-то, ммм, кажется, что вы можете, опять же, вот просто быть ориентированный слишком сильно на, допустим, ту же семью или на людей вокруг вас, к примеру, к примеру. Это тоже нужно исследовать. Дальше. Значит, что касается мужа. У мужа есть совершенно точно проблемы уверенности в себе, у мужа совершенно точно есть Некоторые конфликты, вот, внутриличностные. И муж, он, ну, по факту, он пытается что-то доказать. Он, как мужчина, вот он в себе не уверен. То есть, все вот эти вещи, они вот именно в той форме, в какой у него, да, то есть, там, заглядывали на других девушек, рассказы, просьбы, просьбы вас рассказать какие-то вещи и так далее. Это всё, наверное, всё в себе. Я не думаю, что он изменит, потому что, ну, объективно, за вот столько времени, что вы вместе с которым, да, вот, он хороший отец, как вы говорите, и так далее. Ну, я не думаю, что он изменит, так что он без него уже, вот. Скорее всего, это просто из области фантазии, тем более, что секс у вас восхитительный, вот. Из области фантазии, но вот его не уверенность, она действительно может вылиться в дальнейшем не в измене, а в какие-нибудь ссоры, конфликты, скандалы и так далее. Вот. Вот, в принципе, так. В принципе, так. Вы, значит, пишите, как мне быть уверенной, а вот Анастасия, никак. Вот никак вам не быть уверенной, потому что вам никто уверенность не даст, вот абсолютно никто вам не даст 100% уверенности в том, что мужчина будет всё равно с вами. В этом смысле вам необходимо больше полагаться на себя, в этом смысле вам необходимо больше доверять себе. Число, опять же, невозможно, по той причине, что вы зажимаете свои числа. Вот. То есть, если бы вы свои чувства не зажимали, вы могли бы лучше полагаться на себя. То есть, если бы такого, своего рода замкнутый круг надо, то есть, вы с мужем, как бы, начали встречаться, возможно, потому что это уже тогда вы зажимали свои чувства. Вот. Вот. Он за вами не уходил, так вы себя обесценивали. Вот. А может потому что были холодные, я не знаю. Вот. Соответственно, оба были достаточно сексуально активные. Вот. Вот. То есть, вот уже на начальных этапах отношений у вас уже складывались определённые такие паттерны поведения. Вот. То есть, вот вы пишете, что, значит, особых ухаживаний не было. Вы пишете, что мне было хорошо с этим человеком, да? То есть, пишете вы, опять же, про себя. Вы не пишете про него, вы пишете про себя, что это вот история про вас, про то, что вам хорошо. Не ему хорошо, а вам. Вот такая штука. Вот. И это вообще по-прям. Лучше я не знаю в чём. В мужчине ли? В отце ли? Если у вас с ним отношения складывались не очень хорошо. Ага. Там может быть просто в любви, в близости, во внимании их, вот. То есть, хотелось бы узнать, например, почему вы переспали так быстро, отношительно. Да? Вот. Разница в возрасте у вас, сколько? В 8 лет. Тоже как бы, ну... Вот в целокупность требует рассмотрения, почему так старше мужчина, ну настолько старше мужчина. То есть, вы, по сути, вы, ээээ, как бы, ещё, ну вы уже не ребёнок, но вы девочка, а он-то, он тоже не барин, он же мужчина. Он же зрелый мужчина, а вы еще только формирующийся личность. И отношения у вас, эээ, соответственно, скорее всего, это такие вот, эээ, ну, детские родители такие. Вот. Я не говорю, что это обязательно прямо плохо, но с учётом проблем, которые у вас есть, это вызывает вопрос. Эээ, дальше, эээ, значит, самый различный во многих местах, интересно, двусмысленно вы сказали, что у вас секс был самый различный во многих местах. Эээ, вечером, когда я дома, он всё равно смотрел порно, и что, ну, да, почему он не скрывал, да, если он хотел сказать, он удалил, удалил историю браузера. Вот. А почему вы смотрели историю, историю браузера, опять же, это недоверие, недоверие ему. Если недоверие ему, значит, вы не доверяете себе, ну, об этом я уже говорил, да, чтобы вы себе не доверяете. Так, эээ, значит, так каждый день секс мог быть по 3-5 раз в день, а вечером всё равно просмотр по порно взять и сайт. Ну, это обычно, знаете, как, как привычка такая, как, как вот, ну, просто привычка, знаете, у кого-то привычка покурить, а у кого-то смотреть в порно. Вот, ну, не видится, по крайней мере так. Может быть, тут, конечно, есть что-то более глубокое отношение, может быть, для чего-то нужно, но объективно, тут я вижу сейчас, да, это вот, про вашу недоверие и про непринятие себя. А, видите, ну, всё равно, значит, так, эээ, так, ребёнок у нас получился не случайным, целенаправленно делали. Но я опять же не знаю, я не знаю, зачем ребёнка делать, эээ, значит, так, 19 лет. Я не знаю, эээ, значит, тут я забеременела, сыграли свадьбу. То есть, мужчина, мужчина, эээ, мужчина женился на вас только, когда вы забеременели. То есть, так он на вас не женился. Это достаточно тревожный знак, потому что неизвестно, что бы было, если бы вы не забеременели. То есть, опять же, извините, я, может, не очень приятные вещи говорю, но лучше всё-таки на этом заставить внимание, да? Вот. Чтобы, нет, всё-таки, ну, чтобы быть во всеоружем, мне кажется, так оно лучше будет. Вот. То есть, опять же, здесь нужно разбираться, почему так произошло, почему он сыграли свадьбу, восстал как забеременели. При беременности сексом ты так же занималась, противопоказания не было. Слушайте, ну, Анастасия, вот вы очень, очень целенаправленно увязываете его просмотр, значит, порно, да, с сексом. Ну, это ошибка, это ошибочное явление, это ошибочная позиция. А, потому что, мужчина смотрит порно не из-за этого, да, мужчина смотрит порно из-за того, что он... Ну, он в себе как бы не уверен, вот. А к сексу отношения это вообще никакого не имеет. Можете, можете мне поверить, да, то есть, как бы, секс тут вообще ни при чем. Я уверен, что мужчину вы удовлетворяете. Вот, целиком и полностью удовлетворяете, вот. Поэтому, я не думаю, что здесь дело именно в сексе. Если вы так много вопросов пишите о сексе, то мне, очевидно, хотелось бы вам объяснить, да, что сегодня его прилива такая позиция, это вот неуверенность в себе. Вот, скорее. А секс это уже совсем, ну, другая история, как бы. Вот. Так что я могу вам совершенно точно сказать. Вот. Тему секса вы можете вообще не затрагивать. Совершенно. Вот. То есть, ну, можно, как бы, можно мужчину удовлетворять. Но при этом человек все равно будет смотреть там какие-то видео и прочее. Так. Дальше. Значит. Эм. Так. Раз стремится заходить на сайт и знакомств. Ну, да, 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 да. Ну, да, 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 да. Раз стремится. Может раскрыть моих подруг. Описать, как они занимаются. Я, как бы, могла придумать какую-то историю, как подругу. Прыгнуть подругу что-либо. Ну, типа, такая игра получается. Опять же, это, вот, мужчина, это, вот, он, ну, его, типа, как фитиш. Это, опять же, фитиш, это, в некотором смысле, да, если это, вот, в такой форме, как у вашего мужчины. Наверное, папса, ну, да. А это больше все-таки история про, ну, про неверную цепь и про какие-то вот вещи из детства. Из детства. Какие-то истории из детства. Вот. А дальше. Так, он любил... Так, я сейчас честненько вам имейтим, он может это спросить. Он любил, так, ну, вот, я читать, соответственно, не буду. Вот. Значит, это я тоже не буду читать. Он сказал, что когда-то, так, увидел девочку в группе. А сексуально, я, конечно, знаю, что после съемки они представляют, что не так вот прям. Мммм. А как прям? То есть, вот вы говорите, что, знаете, что все мужчины представляют, да? Ну, знаете, хорошо. Ааа, как? Как они представляют? То есть, вот, вы говорите не так прям. Но, у вас, как бы, вы, как бы, в плюсе... Вы, как бы, в плюсе из-за того, что, ааа, ну, машина вам об этом рассказывает. Вот. А вы, как бы, ну из-за этого в плюсе, что ли вам говорить об этом? А как вы это себе представляете? Вот я не очень, если честно, понимаю этот момент. Далее, к слову, я стройный. Так, ну здесь вы, опять же, не уверены в себе, что не так у нас. У вас есть порядки в отношениях? То есть, как бы, что не так с вами уместнее спросить? Что не так с мужчиной уместнее спросить? Вот, это да. А в целом, именно в ваших отношениях все нормально. Вы, условно говоря, какими были, вы такими в отношения пришли и все, как бы. А дальше, это болезнь? Нет, это не болезнь. По крайней мере, мы здесь, мы здесь не, мы здесь, ну мы здесь не, не ставим диагнозы. Вот. Как бы. То есть, мы не ставим диагнозы, но по описанию на болезнь не похоже. Совершенно. Вот. А дальше идём, эм, так, секс над восхитительный, но когда он так часто смотрит, меня напрягает. А, значит, ну, как бы, вас напрягает, что конкретно? Вот. Что вас конкретно напрягает? То есть, это, опять же, неуверенность в себе. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд, это неуверенность в себе ваш. То есть, да, я понимаю, что это неприятно, да, но мужчина изначально, он был, вот, как бы, таким. Вот. То есть, вы его либо принимаете таким, либо нет. А, так, как мы будем верены, но об этом я уже сказал, как мы будем хозяйственны, и ко мне какое отношение? К вам такое отношение, какое вы позволяете себе? Вот. То есть, к вам ровно такое отношение, эм, какое вы позволяете себе? Вот, ровно. Ровно такое отношение. Вы не поставили себя так, что вам нужны, эм, там, ну, ухаживания, комплименты. Да, вы поставили себя изначально так, что с вами можно, там, смотреть порно, там, и прочее, прочее, прочее. Вы поставили себя так, вот он к вам так и относится. Вы не говорили ему, например, о том, что вам неприятно, когда он, там, смотрит на других девушек, там, и т.д. и т.п. Вот, ну, вы ему об этом не говорили, нет. Эм, видимо. Он тебя так ведёт. А теперь вас все время встало напрягать, вы ему сказали, а он, в ответ, так, ага, мы с тобой уже живём, сколько? Так, сколько? А, почему ты, значит, ну, почему ты сейчас, значит, ну, почему ты сейчас только спохватила, да? Как бы. Вот. Такая история. Вот. Он вам так скажет. Дальше идем. Знаете, я за этим не доказываю своих чувств. Ну, а вот с кем он живет, соответственно, тогда. А, вот. То есть, ну, с кем он живет тогда? Непонятно, да? А, если вы ему свои чувства не показывали. Ну, вот как бы. Вопрос к вам. Такая история. Дальше. Так, дальше, дальше. Как бы отстранена от него? Пишите, вы боитесь открыться, быть отвергнутой, холодной старается быть. А для чего вы стараетесь быть холодной? Почему вы стараетесь быть холодной? То есть, вот, как бы эти моменты, они, ну, меня интересуют очень сильно. Вот. Почему? Вы не могут стараетесь быть холодной? Для чего? Вот. То есть, это история вот такая. Вы же понимаете, что вы так от своего мужа только дальше станут. Вот. Ну, если вы это понимаете, то мне кажется, ну, что это повод вот как раз подумать об этом. Ну, на эти темы вам подумать об этом повод. С кем мужчина живет? Сейчас. Что, ну, что вы ему не проявляете себя, не показываете себя. Вот. Показываете свои чувства ему. Дальше, вот, сегодня посмотрел, так, искал, достал просто. Ну, окончание у вас текста, конечно, просто потрясающее. Да, в том смысле, что не вопроса, как такового, да, не вопроса к психологу, ничего. Ну, вот. То есть, просто вот такие абстрактные, абстрактные немного. Ммм, воздрактные немного вопрос у вас, в том, в том, что, а как он ко мне ответил? Вот это будет. Как я могу быть уверена в том, что он будет, ну, что он вот такой, да, что он, там, ну, грубо говоря, что он, ну, мне, мне, там, не изменит, да, да. И, 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 и так далее. Вот. То есть, эта история, опять же, ну, в большей степени про вас. Вот. Вот. Это я могу вам сказать. То, что я могу вам сказать. Вот. Значит, вам нужно, что сделать? Вам нужно сформулировать вопрос свой, вам нужно сформулировать запрос свой. Ну, вот. К психологу. Вот. И уже после этого можно будет работать, уже после этого можно будет что-то делать. Я, опять же, рекомендую вам и вашему мужу обратиться сначала за личной консультацией, да, то есть, чтобы, ну, вы оба поработали. А дальше уже потом можно будет смотреть, какие, например, например, проблемы есть у каждого из вас и уже после этого можно будет что-то делать, уже после этого можно будет что-то решать. Вот. Ага. Ну, примерно. Примерно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные запросы, вы можете написать мне их... ну, вы можете написать мне их фишку. Вот. Я буду рад вам помочь ответить на все вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И такой вот небольшой подскриптум. То, что я хотел сказать вам, это то, что, знаете, как бы, у вас, в принципе, неплохие отношения с мужем. У вас они достаточно открытые, у вас они достаточно, у вас они... вы подходите друг к другу. То есть вам нужно просто, возможно, чуточку больше заявить о своей ценности мужу. Для этого нужно признать свою ценность в принципе. Вот. Причем, идеально было бы, если бы вы своему мужу вообще ничего не говорили, а просто сами бы встали больше внимания... Ах, эээ. Ну... Кхм. Эм... 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 Уделять себе. Вот. Просто. Просто. Просто уделять себе. Вот. Так что, такая вот история. Если вам потребуется помощь в этом вопросе, пишите. Я буду рад помочь, сперва вам смутим, возможно, а потом уже соответственно дальше, в зависимости от того, хотите вы работать или нет. Вот так, ещё раз удачи вам, всего доброго, надеюсь, что так или иначе вообще в вашей ситуации разрешится. А если обратитесь за помощью, то разрешится 100%.